Всем самого доброго времени суток, сейчас гуляем по Леону, здесь у нас такси и вот уже практически дошли до очень красивой площади со статуей Ледовика 14, потом подойду и поближе сама все рассмотрю, ну и вам покажу. Кстати, здесь очень много такого плана велосипедов, которые можно арендовать и, собственно, кататься по городу, несмотря на то, что достаточно прохладно, очень много людей, которые едят именно на велосипедах. Всем привет, в общем, отправилась я гулять по городу, у меня всего три часа в запасе и просто неописимая красота, мне очень-очень нравится, я соскучилась по всему такому, знаете, нашей осени этим листиком опавшим. Конечно, здесь видно и красиво, даже не знаю, куда иду, куда многие ведут и куда глаза глядят, потом более осмысленно у меня, конечно, будет прогулка, но сейчас такой ознакомительный тур на три часа пеший. Везде-везде древности, посмотрите, ну как древности, по сравнению с афинскими, конечно, то не древности, но, по крайней мере, старые постройки, такие потрясающие. Сегодня, к сожалению, солнышко нас не порадовало, но и без солнышка, знаете, здесь просто великолепно. И, кстати, здесь очень много институтов именно кулинарных, вот посмотрите, яркий пример. Это в городе, да? Вот, ой, что ж так камера дрожит? Вроде не пила. Так, и здесь еще парк. Тоже все такое миленькое, такие миленькие здания, вот эти вот листья, которых просто в Греции, ну, днем за днем, только если где-то в горах, чистенькое все такое. Очень мне нравится, и посмотрите, там на горе, я не знаю, насколько сейчас будет видно, замок. Просто потрясающе. Похоже на то, что именно там мы вчера и кушали, если я не ошибаюсь. Нас пригласили в потрясающий ресторан, в такой старой, знаете, церкви, с такими прям подземными ходами, в викторианском стиле отделка. Была потрясающая французская кухня, но, естественно, я не смогла снимать, потому что ужин был зловой, нас собралось там больше и больше, чем 10 человек, и, естественно, тыкаться там с камеры, ну, как бы не совсем невежливо, вообще невежливо ни разу, и неприятно для остальных еще что-то там по-русски комментировать, когда остальные русским языком не владеют. Так вот, это я просто в шоке. Это, конечно, я была в дорогих ресторанах, но вот именно французская кухня, когда, сколько нас там было, да, 10-11 человек, каждое блюдо, это постоянная смена блюд, это вынос каждого блюда, это своеобразное шоу, то есть это было и фуа-гра, это были и ножки вот эти вот лягушачьи, какие-то потрясающие просто супы, то есть я осталась в полном восторге. Даже десерт, это был не один десерт, это был прео, прео-десерт, то есть перед десертное что-то, был потрясающий такой желе с фруктами, со сладостями, потом основной десерт, потом польский десерт, потрясающие также пробовали сыры французские, и каждому блюду подавалось свое вино, то есть он нам комментировал с Шамилье, с каким вином лучше употреблять тот или иной сыр, я осталась просто в восторге. Если получится кусочек из того, как нам презентовали сыры, я покажу, если получится. Потому что я сняла на телефон совсем маленькие кусочки, не знаю совершенно какое там качество. В общем, ребятки, я пока в полном восторге, здесь просто невероятная атмосфера. И, кстати, мне не холодно, я купила себе вот такое вот, ну как пальтишко, да, в зале, и, в принципе, абсолютно нормально себя чувствую и перчатки. Посмотрите, маленькие симпатичные цветочные магазинчики. Это у нас какое-то колесо обозрения, что ли. Везде-везде ресторанчики. И, кстати, мы восстановились в очень удачном месте, там сразу будет река, потому что здесь очень сильно в Леоне разнятся районы, то есть по своей начинке, так сказать. У нас не криминальный район, то есть каких-то криминальных личностей здесь можно встретить по минимуму. Но вот буквально вчера мы перешли реку по мосту, да, и сразу же в Макдональдсе видим не только дырку, но видим дырки и пулю. То есть спрашиваем у кассира, а что у вас здесь случилось, ребятки? Скажите, пожалуйста. Она нам обещает, да ничего, ребята, которые там на улице стоят, игрались. На самом деле там всяких подозрительных личностей, просто на каждом углу приехала милиция, вышло 4 человека, и то есть как-то нам стало побезопаснее. А вот эта вот сторона, по которой я сейчас иду, собственно, здесь недалеко и наша гостиница, то, конечно, здесь как-то побезопаснее, и народ, соответственно, более такой положительный. В игрушки с пулями не играется, по крайней мере, я надеюсь. И, кстати, спрашивали местных жителей, были ли у них случаи терактов, потому что во Франции, вы знаете, в последнее время что-то такое постоянно случается, так на что нам сказали, что в Лионе, слава богу, еще ни разу не было. Так вот, мы идем туда, к статуе. Статуя, посвященная Людовику XIV. Очень красиво, конечно. Давайте подойдем поближе. Здесь у нас тоже такие сценки. Я бы даже сказала, относящиеся немножко, так называйте, уносящие греческую мифологию. Здесь вот этот дерево, коза, как минимум здесь, либо поседон. И давайте посмотрим эти вот. У нас сама статуя, наверное, Раксов не самая удачная, да, мы смотрим под коня. Но я исправлюсь, я с ним и получше. Так. И с обратной стороны. Это выглядит вот так. Ой, товарищи, здесь такая атмосфера, вы просто не представляете, и то ли еще будет. Вот, посмотрите, там, я уже показывала, да, вот это вот колесо, его сейчас прямо и монтирует на наших глазах. Я никогда, кстати, не видела, как монтируют такие колеса. Но, тем не менее, это все почему? Потому что завтра, опять же, нам сказали местные жители, здесь будет праздник вина. То есть будет какое-то потрясающее шоу, улицы будут закрыты, и будут ходить везде праздновать. Вина, к сожалению, забыла название, завтра, может быть, к завтрашнему дню уточню, как оно называется. Его производят где-то в радиусе километра от Леона, и считается их национальное французское вино. Кстати, только вчера вино пробовались, но видов сортов 7-8, не меньше, в полном восторге. Просто потрясающе. Попробовать французскую кухню во Франции, в хорошем таком ресторане, с Мишелевскими звездами, это, конечно, всем рекомендую. Это не только пищевое удовольствие, да, это взрыв мозга просто от самой подачи, от всего-всего-всего. Хотя, если вы мужчина, да, то вы, скорее всего, останетесь немножко голодным, предупреждаю сразу. Но для девушки 50 килограмм, да, самое оно, я насытилась просто по максимуму, и мне уже совсем-совсем кушать не хотелось. И вот еще раз статую вам покажу на этом, на этот раз уже с фронтальной ее стороны, Людовик 14-й. И что еще хотела сказать, что вот я даже обошла по кругу ни одной таблички на английском языке, и когда мы вчера тоже ездили везде, вообще никакой, ни одного дорожного знака нету на английском языке. То есть есть это за французами, даже таксисты, они по-английски знают только числа. То есть сказать вам, сколько заплатить, добиться от них того, чтобы вы назвали адрес, и они вас куда-то там отвезли. Только если у вас есть карта, и вы в нее тыкнете, соответственно. И еще они так интересно спрашивают, о, да, как жаль, вы не знаете французского языка. Я, как бы, английский признан мировым языком, я понимаю, что на французском тоже разговаривают просто какое-то немеренное количество людей, но, тем не менее, как бы, базовые вещи знать на английском, допустим, даже здравствуйте, для таксиста, я думаю, когда у него работа такая, работать с туристами, то, как бы, это обязательная вещь. Товарищи, я сейчас умру от восторга. Я не знаю, слышится ли это меня, потому что такой шум везде. Буквально прошла я 200 метров, то есть от одной реки до другой реки, и посмотрите, какие виды открываются. Это просто шикарно, да, Леон построен на слиянии в Угре, и поэтому уже с древности был таким значимым торговым центром. Ну, это просто великолепно, и буквально вот чуть-чуть ножками пройтись, если нигде не останавливаться, то меньше даже 5 минут. Смотрите, смотрите, какая архитектура, это просто взрыв мозга. Нотердам, башня, мосты, и где мосты. Еще один собор, такой, знаете, классический, готический стиль. А это небо, я просто, я просто потрясена. На самом деле очень, очень, очень красиво. Кстати, я смотрела, как заявляет нам Википедия, то Леон был признан во Франции город самый благоприятный для жизни. Согласно опросам, и даже опередил Париж. Какие потрясающие виды, то есть, давно я не выбиралась из старой доброй Греции. Шикарно, шикарно. Шоколадный магазин, наверное, будет немножко отсвечивать витрина. Но сам ход, да, как красиво все. Давайте еще здесь посмотрим. Вот, посмотрите, какие классные, классные. Вот уже идет у нас Рождество. Здание, посмотрите на это здание. Это просто что-то невероятное. Архитектура просто. Просто, просто. Волшебная. И, кстати, знаете, что я еще заметила? Я здесь снимаю, вот просто камеру достаю и снимаю. И никто на меня не обращает внимания. Вообще. В Греции уже, если я снимаю не возле Акрополя, уже 350 раз остановились, и все бы на меня посмотрели. Ну, чуть ли не у виска бы поверсели. А здесь вообще спокойно. Я разговариваю на чужом языке. И на меня никто не обращает внимания. Супер. Еще один план. Я подошла. У них здесь на этой стороне три главные торговые улицы. И пойду смотреть, что здесь есть. Может быть, куда-то зайду покушать. Макдональдс бы мне не хотелось. Но как-то кушать хочется. Поэтому постараюсь найти что-то быстрое. Такое, типа, знаете, как японская или, может быть, китайская кухня. Я вам тоже покажу. И еще один взрыв мозга просто. Посмотрите, какая красота. Какая красота просто. Это просто волшебно. Ты идешь и буквально вот за углом попадаешь на меня. Вот такие шикарные просто виды. Здесь есть магазинчик Kika. Kika Milano. В Гресии, насколько я знаю, по крайней мере, я не находила. Эта марка не представлена. Купила себе. Да, чтобы это еще было видно. А, в общем, купила себе блеск для губ. Как помаду стойкую на 8 часов. Попробуем. И в подарок дали лак. То есть, при такой незначительной, казалось бы, покупке, лак в подарок. Очень интересно. Пойдем дальше смотреть. Огромный магазин Lush. Даже не заходя в него, то есть, чувствуется этот запах потрясающе просто. Посмотрите, какой замок. Какая красота. Боже, какой здесь стоит запах. Здесь, я как понимаю, можно попробовать прямо в мультик. И вот так вот этот магазин. Смотрите, как красиво. Ну и как же без Сифоры. Пойду-зайду в ее французский вариант. И посмотрим, насколько отличие с греческой. Кстати, в магазине Lush я вообще обалдела. Там столько всего классного. Практически все на французском. Почитаю сегодня отзывы в интернете. Уже пойду куплю что-то такое. Знаете, классное. О, наводки, так сказать. Потому что никак. Я там потеряла. Божечки, здесь есть урбан дуке. И здесь есть Анастасия. Ну все. На сегодня, я думаю, буду заканчивать свое видео. Застряла я в Сифоре. Мне, конечно, там запретили снимать, к сожалению. Но там столько всего. И вот, вот, да. Накупила всякого барахлишка. Очень полезного и очень нужного. Кстати, потом вам все покажу. Я уже забыла там и про Францию, и про все на свете. Я иногда увидела все эти марки, которые у нас не представлены. Которые мне уже очень давно хотелось попробовать. То я там зависла, конечно. Поэтому у меня остается 20 минут, и я побегу быстрее в гостиницу. Потому что у нас сегодня опять ужин с партнерами. И нужно успеть собраться. Все. Всех целую. Всем огромное спасибо, что были со мной. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»